За праздничным столом можно отметить, пожалуй, любой праздник. Но только не день физкультурника, в который принято заниматься спортом. Сотни одинцовцев посетили в эти выходные спортивный парк имени Ларисы Лазутиной. Именно он стал центральной площадкой праздника. Программа началась с детского забега. Ребята соревновались в трех возрастных категориях. Нам тренер рассказал про то, что будет тут соревнование. Я сказал, можно я поеду, меня взяли. Я приехал сюда и пробежал, занял первое место. Продолжился спортивный праздник с соревнованиями по воркауту, пляжному волейболу и стритболу. Мы здесь организовываем турнир по стритболу в честь Дня физкультурника. У нас сегодня участвует порядка 24 команд, 12 команд взрослой категории и 12 команд юношей. Еще один вид спорта, представленный на Лазутинке в День физкультурника – бампербол. Это необычная вариация классического футбола. Участники должны бегать по полю и бороться за мяч, облачившись в гигантские надувные шары. Игроки выразили надежду, что в будущем этот вид спорта войдет в программу Олимпийских игр. Вот так, да, триблинг с перекаточкой. Это был известнейший прием, разработанный еще в 72-м году американским бамперболистом. 4-0. 4-0, друзья, видите, какие-то бешеные трюки помогают забивать больше мячей в ворота соперников в этой игре. День физкультурника отмечают в России с 1939 года. Лозунг праздника закрепился еще с тех времен. В здоровом теле – здоровый дух. Именно этого и желали друг другу одинцовцы. Следите за своим здоровьем, не курите, не пейте. Россия, за Россией будущее – это спорт. Берегите себя ради будущего поколения, ради себя. Для одних занятия спортом – привычное дело. День физкультурника они отмечают, можно сказать, каждый день. Для других же участие в подобных праздниках может стать хорошим стимулом для того, чтобы начать заниматься спортом. Дарья Киреева, Евгений Муравлев, телекомпания «Одинцова».